Всем привет! Я вам хочу показать, как я связала кайму для пухового платка. Пуховый платок, смотрите, вот такая шерсть у меня, вернее, козий пух, напряденный на нитку, здесь довольно крепкая нитка внутри, пушистый. У меня такой нити всего-навсего 600 грамм, поэтому платок у меня получится небольшой. Хотя изначально я, конечно, замахнулась на большой размер, но потом, когда у меня вот на эту кайму ушло 100 грамм пуха, я поняла, что платочек у меня получится маленький. Но вы сами знаете, если вяжешь из толстых ниток, то пряжа уходит больше, чем если бы мы вязали из тонких. Вот смотрите, видите, я специально снимаю, как бы выбрала светлый фон такой. Вот, я начала вязание вот с этого уголка. Дошла до этого разветвления, вы видите, здесь идет узор листики на кайме, здесь ромбики, это два разных узора. Сами вот эти зубчики, это тоже совсем другой узор. Ромбики я взяла из журнала, но вот эти вот треугольнички-то я придумала сама. Вот, видите, вот такой начал. Сейчас покажу, как вяжется в наших местах платки. И самое интересное, из-за чего я затеяла это видео, так как у нас платки все цельно вывязанные, смотрите, я сейчас иду убавлять вот этот угол. То есть, тот угол продолжения каймы. Если мы вот здесь начали его вязать сразу, как бы две стороны, одна та, которая идет вниз, другая вот то, что идет вверх, вот так вертикаль и горизонталь одновременно, все из одной нити, то теперь в конце каймы нам нужно осуществить то же самое. Для этого угол мы вот здесь забавляем. Когда мы сойдем на этом углу на нет, то мы вот так развернем вязание, и вот в эти дырки будем начинать прибавки. То есть сейчас, если смотреть вот на этот белый платок, я нахожусь, если представить, что вот этой части у нас нет, вот этой части у нас нет, то я сейчас нахожусь вот на этом этапе работы, как раз закругляю вот этот уголок. Затем, после того, как у меня здесь останется 7 петель, я начну опять прибавлять вот этот зубец, и пойду вязать уже вот эту часть, а для того, чтобы прицепить ее к тому, что я уже связала, где я вам говорила, что вот эти дырки, я вот здесь буду связывать, цеплять петли, то есть соединять вот в эту часть с этим уголком. Но вязать сейчас поймут, о чем я говорю. И когда я дойду до края вот этой нашей каймы, вот здесь по краю, по той части, которую я вот здесь показала, я буду набирать петли. И вязание пойдет вот так вверх. Этот платочек тоже связан у нас, но белые платки вяжутся из более тонких нитей, хотя это, конечно, не оренбургская паутинка, но вот такие платки. Они лучше пушатся, они тяжелее. То есть наши волгоградские платки, они более пушистые. Этот платок с прошлого года, он немножко слежался, его, конечно, сейчас растянуть, он бы выглядел, он бы шикарнее выглядел. А так как я его хранила в свернутом виде, то он как бы, ну вот сейчас он такой, как будет в приноске. Смотрите, узор, по-моему, называется паучок. Вот эти платки тоже, они вывязаны, то есть начинаются вот так с угла, с одного, и заканчиваются другим углом. То есть нить нигде не отрывается. В этом отличие наших платков от, например, оренбургских. Сейчас я вам покажу, и вы сами в этом убедитесь. У меня есть вот такой красивый оренбургский платок, шаль, можно сказать. Вот, и смотрите, во-первых, здесь, конечно, она гораздо тоньше. Вы сами знаете, что оренбургский платок проходит сквозь игольное ушко, и у них очень часто, так как у них сложные рисунки, но вот в этом платке рисунок не слишком сложный, но на самом деле невозможно связать вот такой цельный платок, не то, что невозможно, очень сложно, скажем так, очень сложно связать вот такой цельный платок, все время думая, что у него есть зубчики, у него есть кайма, вот еще одна кайма, серединка со сложным рисунком, но это очень внимательно нужно быть, и поэтому они вяжутся по-другому. У них вывязывается квадрат, середина, квадрат, затем к ним привязывается отдельная кайма, которая тоже там со своим сложным ажуром, сложный рисунок, и уже к ним привязывается вот такой зубчик. Причем не всегда вывязываются углы, смотрите, вот как в этом платке, здесь угла просто-напросто нет, вы видите, что он закругленный, просто потом на станке уже растягивается, но это особенность вязания, и когда мне прислали книгу современных платков, я увидела, что оказывается сейчас современную кайму вяжут не так, как вязали наши бабушки, так, как учили меня, здесь просто по кругу, то есть вот так по кругу, на круговых спицах, по всему периметру платка набираются петли, и вяжется такая вот круговая как бы кайма, и за счет рисунка у нее уже вот так наверх вытягиваются зубчики. В этом особенность современного вязания, то есть то, что сейчас не вывязываются вот такие зубчики, как в наших платках, мой же платок будет вот такой, смотрите, он будет красивый, но он будет маленький, он будет красивый, но он будет маленький, мелковат, хотя он растянется, не такой уж и маленький, как видите, но я хотела, чтобы он был вообще огромным, для того, чтобы такой платок был огромным нужно было напрясть больше пуха красиво смотрится согласитесь серединка у меня будет просто связано платочной вязкой но по краям будет вот такая кайма листики хотя вот таких серых платках рисунок можно как бы не вывязывать потому что его все равно не будет видно я пытаюсь как-то так повернуть чтобы было видно на темном фоне к тому же так как платок еще сваляется то есть вот это вот ворс он забьет весь рисунок его не будет видно он не будет таким прозрачным как вот такой например белый платок то есть понимаете но не видно будет на нем ажура и в принципе его можно было вязать просто одним полотном платочной вязкой я хочу показать вам еще один платок это я вязала давным-давно вот эту платку уже 10 лет наверно особенность его в том что он связан абсолютно без добавления нити основы я прямо просто пуховую нить без нити основы и вязала в одну нитку но смотрите платку 10 лет в нем нет дыр вы конечно не знать что я его везде затаскиваю но иногда одеваю и тем не менее он остался целым он тонкий это чистый пух без добавления всякой нити основы я не знаю сейчас так никто не придет ну потому что во первых на такое придение нужно очень много пуха во вторых это не выгодно так как нить здесь очень тонкая но сами понимаете вытянуть из какого-то количества пуха толстую нить это занимает меньше времени чем с такого же количества пуха ты вытянешь нить длиннее в несколько раз естественно по времени это получается больше и вот здесь настолько тонкая нить смотрите она практически как катушечной тем не менее это скрученный пух вот такой платочка у него серединка вывязана просто платочной вязкой тонкой платочной вязкой и он не так сильно пушиться он не будет пушиться как вот этот платок потому что потому что этот платок спрятен на нитку и вот эти волокна когда мы их начнем как бы отдирать от основы они будут своим кончиком держаться за ту нитку на которые напрядины автор кончик будет распушаться поэтому такие платки гораздо пушистее получаются они пушистее единственное мое расстройство то что он получится не сильно большим потому что есть такие платки вообще как пледы как одеяло их долго вязать но они вообще шикарно смотрятся у меня есть на продажу вот такие клубочки на белые платочки но их нужно немножко привести в чувство это не я пряла это при али предельщицы и нить у них пересучно как-то определить видите здесь висит кончик он вот так свернулся ну то есть его нужно немножко раскрутить стоит 500 рублей за 100 грамм я уже забыла а вот это пряла я я это делаю вывод из того что это нить без основы смотрите это я смотала со скалки почему такой маленький клубочек должно быть два такой я перематывала пряжу вот в такие клубочки но они вроде как современно современно смотрятся то есть вот это все все это пуховое изделие откуда у меня это но у меня есть пуховые козы те кто смотрит постоянно прекрасно это знают другое дело что я не вязала платков обычно я ограничивалась на скамину потому что с ними проще они быстрее вяжутся но в этом году я чтобы подумала не связать ли мне платок тем более что вот это изделие как я вам уже сказала она уже старая ему уже 10 лет кстати говоря смотрите кайма здесь вывязана совсем по-другому здесь у нас квадратики вот видите это квадратики это тогда не было вот этих современных схем всяких листиков которые я вам показывал и у нас все женщины вязальщицы вот это наш такой рисунок это народные промыслы можно сказать потому что все вязали квадратиками называли шашечки если еще серединка была квадратиками вывязана то это вообще был круто не сравнить конечно вот с таким рисунком которые вывязываются сейчас раньше и схем то не было сейчас можно найти в интернете во всяких журналах мне например нравится очень вязание ландышами но я честно говоря ни разу не пробовал но мне очень нравится как они смотрятся сама же я второй год нашу вот такие перчатки вязал не я я покупал это в улюпинске вот такие перчатки вы знаете в них тепло не глядя на то что здесь вот они такие ажурные дырявые здесь не вывязан палец вот таким то есть понимаете из пуха вяжут не так как вот из обычной шерстяной нити вязальщицы здесь посмотрите какие дыры между петлями потому что в расчете на то что все это распушается как бы я считаю что с пухом но это не я считаю так и есть с пухом у пуха есть свои особенности вязки и какие-то малейшие огрехи которые есть в вязании они все потом перекрываются когда вещь начинает носиться и даже вот такие вот дырявчатые перчатки я серьезно говорю что они греют ну конечно если у нас сильный ветер вопрос через эти дыры они продуваются а так вот так как зима у нас пока мягкая я хожу и все просто замечательно но такая небольшая экскурсами просто давно просили рассказать совсем забыла показать смотрите вот так пушатся детские пинетки я вам хочу сказать что вот такие пинетки это почти как валенки никогда не замерзнет ребенок потому что козий пух очень теплый эти какие классные мышки ну и вот носки у меня осталась одна пара тоже на самом деле очень теплые очень теплый единственный их минус ну естественно их нельзя стирать в машинке только вручную такие вот вещи если вам интересно на самом деле что я буду дальше делать с платком вы напишите я тогда сделаю поподробнее описание того как я буду вывязывать угол хотя не знаю как это можно объяснить там даже когда вяжешь по моему невозможно это рассказать словами лично я все это понимаю лучше всего на схемах то есть при математическом раскладе потому что там как бы все наглядно если там еще показать как идут петли как идут редвитом тогда вообще все становится понятно на этом точно всем пока